Доброго дня! С вами канал Процветок. Я травница, провизор Ольга Спиридонова. И сегодня мы с вами поговорим про такую тему, да, такую очень интимную тему. Про то, как же нам лето провести без паразитов. А что? Ягоды, фрукты. Не все из них мы моем. Частая работа на земле. Тоже руки трудно отмыть. И вполне естественно, что где-то у кого-то заносятся какие-то яйца, какие-то цисты. И у человека может возникнуть паразитоз. Как могут помочь в этом травы? И могут ли они помочь? Оказывается, могут. Наши предки были достаточно грамотны в этом вопросе, потому что жили они фактически на природе, питались они фактически природными продуктами. И поэтому у них был наработан очень богатый опыт очищения организма от паразитов именно травами. В первую очередь, что нам необходимо знать, если мы решили почистить организм от паразитов? Прежде всего, необходимо знать, а надо ли нам это? Зачем мы собираемся очищаться от паразитов? Некоторые мнительные люди, мамы, бабушки, говорят, ой, ребёночек, бледный, аппетита нет, наверное, у него паразиты. А давайте мы погоняем паразитов. И если вспомнить, чем в первую очередь гоняют паразитов, они говорят, давайте полынью. Не задумываясь о том, что полынь – это, в общем-то, растение, содержащее нейротоксические яды. Латинское название полыни – Artemisia absinthium – дало своё название алкогольному напитку abscent. Abscent – это полынная водка, это напиток, с которого в первую очередь начинаются белочки, инопланетяне, зелёные человечки и прочее. Почему? Именно потому, что полынь оказывает нейротоксическое воздействие на организм человека. Поэтому полынь мы в последнюю очередь будем брать для того, чтобы очищать организм от паразитов. Несмотря на то, что паразитов она действительно великолепным образом губит и выводит из организма. Необходимо помнить, что противопаразитарным действием обладает с большего именно полынь горькая. И вот горечь в полыне, именно она помогает справиться с паразитами. Тем не менее, есть и другие горькие травы, менее токсичные, которые также оказывают противопаразитарный эффект. Вот у нас растёт пижмочка. В августе она у нас расцветёт такими красивыми золотыми площадочками с круглыми жёлтенькими цветочками. И наши предки вот эти вот жёлтые корзиночки собирали, сушили, перемалывали в порошочек и использовали как приправу для еды. Оказывается, эти жёлтые высушенные корзиночки имеют привкус и аромат мускатного ореха. И при всём при этом они оказывают противопаразитарное действие на организм. Набираем немножечко, буквально на кончике ножа, так же, как мы добавляем специи, перец или ещё чего-то в еду, но используем это регулярно. И наш организм вот в таком рабочем режиме очень даже неплохо очищается и профилактику соблюдаем противопаразитов. Если у вас рядом с вашей любимой дачи есть лес, наверняка в этом лесу растут грибы. И из всех грибов нам драгоценнее всего будут лисички. Вот эти вот золотые жёлтенькие солнышки оказывают за счёт действующего вещества хиномонозы великолепный противопаразитарный эффект. Но надо знать, что хиномоноза разрушается при температуре выше 40 градусов. Поэтому, если мы хотим добиться от лисичек противопаразитарного эффекта, мы их либо принимаем в свежем виде. Достаточно вот с кончик мизинца, вот такой вот, да, грибочек съедать каждое утро натощак. Причём не просто так, а в определённом режиме. 7 дней утром за полчаса до завтрака мы съедаем небольшую лисичку, запивая полстаканчиком воды. Потом мы делаем 7 дней перерыв, потом мы ещё 7 дней съедаем по такой же лисичке. Итого 3 недели у нас курс очищения от паразитов. Любыми противопаразитарными растительными средствами мы соблюдаем этот курс. Почему? Большинство паразитов цикл развития имеет именно трёхнедельный. В первую неделю мы убиваем взрослых паразитов, а в последнюю неделю мы убиваем тех паразитов, которые вышли из яиц за прошедшее время. Итак, съедая каждое утро по вот такой вот маленькой лисичке, неделю, неделю перерыв, ещё неделю, мы великолепным образом подчистим организм от тех паразитов, которые у нас обитают в просвете толстого кишечника. Если мы хотим очистить организм не только летом, но и какое-то целебное снадобье сделать себе на зиму, а максимальные периоды размножения паразитов у нас обычно сентябрь и февраль, а если ещё у кого-то дома живут любимые пушистые питомцы, кошки, собаки, вообще надо каждые 3 месяца регулярно очищать организм от паразитов, что мы можем сделать? Мы можем высушить лисички при температуре не выше 40 градусов. Это значит где-то на солнечном свете или на солнечном подоконнике, или в сушилке при температуре 35-37 градусов. Измельчить их в порошок. Также высушить и измельчить в порошок жёлтые золотые корзиночки пижмы. Можно добавить буквально в количестве 5% золотые головки, спевшие полыни. Гвоздику, бутоны гвоздики, которые хозяюшки кладут в маринады, в огурцы, тоже обладают противопаразитарным действием. И самым мягким противопаразитарным действием обладает у нас семена льна. Итак, мы делаем такую смесь. 50% лисички, сушёные лисички по весу. 5% полынь. 10% пижма. 10% семена льна. И ещё 5% у нас вот эти вот бутоны гвоздики. Всё это дело мы высушиваем, смалываем в порошок и принимаем этот порошок. По третьей чайной ложке утром за полчаса до завтрака запивая полстаканом тёплой воды. 7 дней принимаем. 7 дней перерыв. Ещё 7 дней принимаем. В зависимости от необходимости мы таким образом можем очищать кишечник от паразитов и зимой, и осенью, и весной. Какие ещё травы помогают нам очиститься от паразитов? Любые травы, которые содержат горечи. Это может быть и кора осины. Из коры осины можно сделать квас. Мы рецепты даём в курсе технологии растительных форм нашей фитошколы Дивея. Можно кору осины смолоть в порошочек и принимать также на кончике ножа, где-то пятая часть чайной ложечки, также утром запивая холодной водой. Но помним, что кора осины обладает очень мощным желчегонным эффектом и содержит салицилаты. То бишь, тем, у кого камни в желчном пузыре нельзя, и тем, у кого гастрит с повышенной кислотностью, также не рекомендуется. В принципе, все горечи, которые гонят паразитов, не рекомендуется принимать тем, кто у нас имеет желчекаменную болезнь. Потому что все горечи обладают желчегонным эффектом. Это помним. Итак, кора осины. Делаем из неё квас или делаем порошочек и применяем для очищения организма от паразитов. Что ещё? Корень аира, великолепная душистая пряность, которую мы собираем в сентябре, обладает чудесным ароматом и горьким вкусом. Также перемалываем в порошочек и принимаем на кончике чайной ложки 7 дней. 7 дней перерыв, 7 дней утром натощак. Также мы можем принимать корень девесила. Помимо того, что он поможет нам очистить организм от паразитов, мы ещё с помощью девесила можем вылечить желудок, если у нас там, не дай бог, гастрит, кишечник, если там какое-то воспаление, и девесил сам по себе великолепно пролечивает кашель. Но он в целом является противопаразитарным и противомикробным растением. Можно подчищать свой организм, но до стерильного состояния мы его вряд ли вычистим. Снизить уровень паразитоза, который мешает нам жить, и продолжать общаться с природой, с животными, с фруктами, с ягодами, со своей любимой дачей. Информацию о здоровье получать на канале «Про цветок» и быть счастливыми и здоровыми. Продолжение следует...